всем привет друзья меня зовут ольга ермилова и сегодня в солнечный в солнечный шикарный день я даже не знаю какая будет картинка но это не имеет ни малейшего значения потому что тема сегодня огненная огненная мы будем говорить о продажах в инстаграм и как вы знаете я не человек который любит ловить какие-то хайповые громкие заголовки хотя люблю но ничего не высасываю с пальцев и сегодня хочу рассказать вам о продажах в инстаграм не как человек который сейчас вас научат продавать в инстаграм и как человек который продает в инстаграм и который хочет просто поделиться с вами опытом на самом деле о продажах в инстаграм конечно же уже просто ленивый не говорит миллиарды тренинга все замечательно я тоже об этом много слышала ну что продавать своему инстаграм как вообще instagram мне не для этого у меня другие есть каналы продаж ну вообще знаете вот эти все сопли которые обычно есть у каждого из нас они присутствуют вообще что такое мой инстаграм мой инстаграм это мой некий дневник очень много об этом думала то есть я вообще человек который предпочитает быть собой ну то есть попробовав себя в разных ролях я поняла что самая клевая роль это быть собой это единственная роль от которой сходят с ума все остальные но не схожу с ума я потому что я вот такая разная вот такая немножечко странненькая для по сравнению с обычным каким-то пониманием человека и я принял решение что инстаграм будет вот такой как я хочу не то чтобы мой дневник там знаете все эти громкие фразочки просто это мой инстаграм где я пишу то что я хочу писать и собственно поскольку я развиваюсь всегда через личный бренд то в общем варианта у меня нету просто это мой инстаграм все что касается там построения какого-то специального контента там разработки контент плана нет я ничего этого не придерживаюсь но я знаю одно из главных правил инстаграма которая гласит будь регулярным то есть страничка инстаграм в которой ты выныриваешь раз в сто лет сегодня увы не работает есть алгоритмы есть куча всяких приколов но это в принципе не работает но поскольку человек который любит писать то есть получает от этого удовольствие любит записывать видосы то в принципе инстаграм для меня прикольная площадка я в этом инстаграме уже много лет живу кстати как оказалось и по-моему зарегистрировалась ой боже недавно смотрела ну в общем очень много лет назад я в этом инстаграме уже зарегистрировалась и в принципе нормально там подживаю себе не могу сказать что супер успешно или не супер успешно но у меня есть аудитория которая мне читает который меня смотрят и я как-то знаете периодически что-то вбрасывала в этот инстаграм но мне не то что было неудобно продавать но у меня есть там сотрудники у меня есть какие-то другие каналы коммуникации какие-то там другие продажи и в какой-то момент я столкнулась с тем что многие люди которые особенно подписаны на меня относительно недавно не совсем вообще понимают о чем я занимаюсь есть какая-то прикольная девушка у которой есть свое какое-то мышление она где-то выступает видно это да периодически делится этим делится иногда очень пикантными а фотографиями и мыслями по поводу взаимоотношений мужчин и женщин у нее есть дети она типа прикольная но чё у нее купить непонятно и вот такие вопросы ко мне периодически поступали а за какие шиши простите вы живете а что вы делаете и так далее и так далее и так далее и я подумала ну как странно у меня же вроде бы написано в шапке профиля кто я у меня есть ссылки специально переходишь в инстаграме по моей ссылке там есть ссылки на мои сайты на мои проекты на мои тренинги в конце концов но как-то вот люди все равно не догоняют но если посмотреть на мой инстаграм изнутри то как бы какие-то продажи в нем происходили крайне редко и не могу сказать что очень успешно потому что да люди что-то покупали но это все так очень уверенно не регулярно то есть в тот момент когда что-то делаю смотрю что люди хуже сильно реагируют на какой-то продающий пост или stories и никакого не то чтобы никакого но фидбэк был ну скажем так с этого не проживешь то есть это какие-то такие губ интересные всплески и потом я как-то вдруг неожиданно для самой себя то есть это произошло незапланированное когда я вдруг начала на регулярной основе вбрасывать особенно это касается stories вбрасывать информацию о продажах о том что я делаю вот у меня есть такой тренинг вот такой мастер-класс такой марафону такое выступление вот такие-то книги и вы знаете я офигела потому что вдруг мой инстаграм стал показывать какие-то фантастические результаты по продажам фантастическом в десятки в десятках чеков в день по разным абсолютно суммам мало того кто-то покупает что-то одно он потом покупает второе третье пятое десятое и вдруг я поняла что люди начали вообще понимать что здесь можно купить то есть одна из таких фишек которые в моей голове оказались это то что люди они тебя читают любят знают но тебе как бы неудобно им там продавать тебе кажется они сами догадываются они сами нихера не догадываются мало того вы можете 300 лет сохранять в актуальных stories вы можете считать что люди уже это видели но нет сегодня я запустила что-то и это купили одни люди а завтра запустила это же и это купили другие люди и я поняла что наши с вами инстаграм продают плохо или не продают вообще по нескольким причинам по тем же которые происходят и в других ресурсах первое мы не продаем мы стесняемся продавать нам кажется что не покупают нам кажется что мы не знаем как продавать ну в общем есть миллион моментов второе мы делаем это нерегулярно то есть мы периодически продаем но в целом не продаем нам же как бы неудобно говорить что мы продаем ну как бы люди сами должны опять-таки об этом знать и это опять таки неправда третий момент который был для меня фантастически удивительным это то что для того чтобы мы могли продать то что мы продаем мы должны очень четко и в своей ленте в том числе периодически вбрасывать посты не о том что мы это продаем а а конкретной какой-то истории ситуации которая с нами произошла в контексте того чтобы продаем контексте решения проблемы и захватывания людей эмоциями например моя книга зажигалка новый тираж просто фантастические продажи я совершила исключительно через инстаграм из некоторых постов вы себе не представляете сколько ко мне пришло заявок для меня это было удивительно ведь мне кажется что я уже книгу это написала там полтора года назад что уже я не куча рассказала что же и так все знают что уже продавалась давно электронная версия нет люди не знали не видели либо я их не цепляла настолько чтобы они это купили поэтому о том что вы продаете нужно говорить постоянно с разных сторон и не в контексте вот это возьми и купи хотя это тоже в stories иногда очень неплохо работает но опять-таки в контексте того какую проблему это решает на какую эмоцию это давит кому это будет полезно почитать что вами руководила когда вы это делали почему вы это создавали почему вы занимаетесь почему вы вот например девчонки из компании батист они занимаются офигенными вещами вот это кашемировый свитер 2 уже в моей коллекции от этих девочек они занимаются то есть одно из направлений по что у них очень большое направление не занимается шторами там уже больше десяти лет вам больше двенадцати две сестры взрослые красавицы умницы они начали заниматься таким направлением как вязка вещей не конкретно сами организовали такое производство офигенные вещи с потрясающими лекала классные крутые но говорят что продают через сарафанное радио в большей степени то есть одни клиенты передают другим клиентам но по факту ведь instagram мог бы очень круто у них продавать но что-то делается не так не продается достаточно часто не объясняется может быть показываются нити лица может быть не той аудитории может быть они вообще делают это нерегулярно скорее всего все вместе но продажи могли быть совершенно другими поэтому мой месседж вам такой что первое если у вас есть канал коммуникации такой как instagram и вы видите что там что-то может работать работайте с ним мы сейчас например приняли решение что мы будем уходить от наши рекламные бюджеты будут уходить от других ресурсов и мы будем идти в instagram потому что instagram за два месяца продал нам больше чем все остальное вместе взятая фантастически количество чеков большое чеки разные очень маленькие средние большие всякие но мы получаем очень классную базу клиентов которые уже дальше работаем потому что instagram это первая часть нашей воронки instagram может продавать и будет продавать и ваша задача об этом помнить перестать стесняться и наконец-то начать общаться со своей аудиторией если у вас что-то не получается сразу и не продается это скорее всего значит что вы еще не то делаете щупайте трогайте обязательно в инстаграме очень важен быстрый фидбэк то есть если к вам написали а вы никогда не проверяете тот директ забудьте люди должны очень быстро иметь возможность написать вам заплатить вам готовьте все себе шаблонники ответы им куда им заплатить куда сбросить что делать то есть максимальное такое общение в инстаграме что прикольно не очень хорошо когда мы людей перенаправляем на другие ресурсы пойди туда заплати туда людям очень удобно покупать в инстаграме поэтому возможно сейчас есть услуга в инстаграме такая как магазин если вы занимаетесь вещами то вы можете подключить этот магазин но ключевое что я поняла еще раз что мы не продаем потому что мы не продаем поэтому давайте убирать свои страхи давайте убирать свои барьеры и кстати вы можете заходить и в мой инстаграм почему бы мне не воспользоваться этой возможностью я делаю там специальные предложения которых нет у меня на сайте нет никаких email рассылках сейчас только в инстаграме ежедневно и специальные предложения с большими скидками для того чтобы вы могли использовать мои тренинги мои мастер-классы себе в пользу а чтобы вы могли понимать не вкладывая каких-то огромных денег а получает все за разумные деньги что вы можете сделать прямо сейчас чтобы вы получали вместе со знаниями конкретными вы получали мою энергию делали и зарабатывать деньги потому что зарабатывать деньги мать вашу это приятно поэтому продавайте в инстаграм продавайте без instagram но обязательно понаблюдайте изучите как это делаю я в том числе подписывайтесь на мою страничку изучайте наблюдайте как это делают другие и самое главное пробуйте регулярно регулярно пробуйте у вас обязательно все получится если вам понравилось это видео пожалуйста поставьте свои лайки подписывайтесь на меня если вы еще этого не сделали обязательно напишите вопросы если у вас есть какие-то ну и просто меня похвалить конце концов тоже можно рекомендации тоже принимается критика нет не люблю критика но всем хорошего дня а теперь немножко рекламной информации где брать актуальные знания и навыки для продвижения бизнеса каждый год появляются новые инструменты и предпринимателю нужно отслеживать их появление чтобы внедрить быстрее конкурентов и улучшить свои позиции в нише лаборатория онлайн бизнеса 2020 один из лучших способов получить трендовые знания на русскоязычном пространстве здесь собираются более 7 тысяч бизнесменов из 23 стран мира лоб 20 это возможность не только получить новые знания но еще найти новых клиентов партнеров и даже друзей а также зарядиться энергией на целый год вперед оставлю в описании ссылку на бронирование билетов увидимся на саммите в киевском дворце спорта с 29 по 31 мая